Работники Девногорского завода низковольтной аппаратуры, сокращенной из-за ликвидации предприятия, смогут найти новую работу. В Девногорске открылся выездной филиал службы занятости населения. Но рабочие уже высказывают недовольство предложенными вакансиями. Как быть людям, вынужденно ушедшим в отпуск, и что будет с самим заводом в сюжете далее? Эта цифра Александра Филиппова вводит в легкий ступор. Ведь еще совсем недавно он зарабатывал в три раза больше, правда недолго, всего полгода. Сейчас лесарь механо-сборочных работ оказался безработным, как еще 620 сокращенных сотрудников Девногорского завода низковольтной аппаратуры. Многие из них отдали предприятию десятки лет, но сейчас вынуждены искать работу. У меня жена говорит, что если жить здесь в городе, не шикую, не шикую, там хотя бы просто иметь хлеб с маслом. Не ниже 25, не ниже. А где вы вот посмотрите здесь, где здесь можно найти работу хотя бы на 20, на 20, не говоря уже на 25 или на 30. В Девногорск направлена целая группа службы занятости населения. В читальном зале Девногорской библиотеки сокращенным работникам объяснят их права и даже окажут психологическую помощь, видимо, чтобы люди свыклись со своим бедственным положением. Наша задача стоит в том, чтобы до каждого человека дойти, с каждым человеком побеседовать, каждому человеку предложить тот или иной вариант трудоустройства. Это наша конечная цель, и я думаю, в этом мы справимся. Но если людей пусть и на минимальную зарплату, но еще можно устроить, то судьба ДЗНВА туманна. Долги предприятия составляют почти миллиард рублей. Что с этим делать сейчас думают новые собственники, зарегистрированные на Кипре, и новый министр обновленного Министерства промышленности и торговли. Сейчас у нас достаточно плотный и полный контакт с руководителем предприятия, генеральным директором. Будем сейчас решать ряд текущих вопросов, в том числе и с энергетикой. И ждем программы от собственника. Сейчас изучается ситуация с собственниками, будет проведен анализ, и уже гораздо позже будут выводы какие-то. Потому что надо изучать ситуацию, прокачать и потом принимать какие-то решения. Может быть действительно что-то будет принято, какое-то решение на производство какой-либо рентабельной продукции. Владельцы завода и краевые чиновники считают, частично сохранить предприятие и производство можно. По некоторым позициям завод все еще конкурентоспособен. Но о былых объемах уже можно забыть. А сокращенным специалистам, желающим найти приличную работу за нормальные деньги, стоит рассчитывать только на себя. Дамир Гайфулин, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.